Здарова, с момента последней проверки администрации прошло уже больше месяца, и вы наверное справедливо задаетесь вопросом, а что же такого изменилось, что ты не проверяешь больше администрацию? Потому что ни один вменяемый человек не поверит то, что в Грис моде перевелись конченые глупые администраторы. А зрители в принципе будут в шоке, потому что они уже привыкли видеть эту рубрику, как словесное выбивание зубов и опускание в чан с дерьмом каждого из героев выпуска. Я записываю эту дорожку только на самой начальной стадии монтажа, и я не знаю сколько будет длиться этот ролик. Обычно у меня ролик такой длится около 20 или 27 минут, но причина в том, что эти постоянные остановки, постоянное объяснение чего-либо, я должен постоянно вам объяснять, почему я так или так считаю, почему я так или так делаю в конкретном моменте ролика. Не потому что вы не догоняете, не потому что у меня какой-то отдельный тип мышления, просто бывают такие моменты, когда кто-то либо со мной не согласен, либо ситуация противоречивая, очень-очень уж спорная. 15 выпуск тому пример. Люди там буквально разделились на два лагеря, первая часть она защищает донатеров, потому что за ними не нужно так ухлёстывать, ведь они заплатили, отдали деньги за эту функцию, чтобы иногда помогать серваку, а другая же часть считает, что все же за буржуазией нужно приглядывать. И именно поэтому эта часть выйдет такой же, как и все остальные. Многократные остановки, паузы, долгие объяснения, чтобы вы максимально нормально меня поняли и не начали поливать говном чисто потому, что у нас мнения расходятся. Это 16-я проверка администрации на моём сервере Беброград. IP, группу и ссылку на то, чтобы подать заявку, оставлю в описании под этим видео. Заходи. Ого-ого-ого-ого-ого-ого. 901, убедный ранён. Бери, бери, бери. Ну он стоит, смотрит. Он убил мента. Еще одного. По-другому-ого-ого. 10-ка на полу, джи, бери. У меня нет столько. Что происходит? Строу, хватай, блядь. Лох соси. Так, ну я думал, он меня запомнил. Он 10к хотел взять с меня. Это бандит, сразу понятно. Вот он, вот он лох пошёл. Идёт перестрелка, он ещё хочет успеть ограбить. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Я маньяком стал? Да ну нахер. Серия убийств. Ёбаный четвёрка, как ты набираешь 40 с хером килов? Я не понимаю вообще. Чё до меня доебали? Такой пахень. Ты чё, блядь? Чё, блядь? Кого ты нахер послал? Идиотина. Чё там сказал? Что слышал? Чё, блядь, слепой совсем? Нихуясь. Что ты делаешь? Нихуя. Себе. Он ебать вообще великий слепой, блядь. Он то есть зашёл ко мне на балкон, чтобы меня где-то выстегнуть. Проходит просто мимо меня. И садится ждёт, блядь. Пиздец. Есть дело. Чёл на вышке. Блин, это классно. Я даже не нарушаю правил, как я понял. На крыше я могу убивать, но не так, чтобы прям супер палевно. Я могу, ну, чилить тупо за маньяка. Это офигенно. Мне нравится. Ситуация немного запутанная. Он всё время играл за маньяка, у которого над головой писалось то, что он маньяк. Но у нас ещё есть такая система, которая рандомно может лотерейно выдать тебе маньяка, и ты не будешь подписан как маньяк. И никто не будет этого знать. Этот же чел юзает оружие на такой профе, которое запрещает это делать. Можно на ней юзать только то оружие, с которым ты заспавнился. А в этом случае это как раз кунай, на котором я прыгал. И тут вырисовывается два исхода. Первый. Он, будучи маньяком, провоцирует человека на пвп в общественном месте, что в принципе маньяку противопоказано. Второй для него тоже ничем не лучше. Будучи профессией цыгана, она так и называется, да, ребят, не смейтесь. Нарушает правила нон-рпгана, которая запрещает ему носить оружие, которое ему не выдавалось при спавне. После этого я завожу беседу с ним в Лооке, и с ним разговариваю на этот счёт, кто он вообще такой, что он делает. Он маньяк или же цыган, который нарушил нон-рпган. Мне важно было это узнать. Лоок, ты маньяк. Лоок, ты маньяк. А че калаш юзаешь? Такого наблюдательного смотрел. Че? Какой ты наблюдательный? Так я сидел, смотрел. Садиться будем? Чё будем? Маньяк. А это просто англосит. Садиться будем? Куда? По какой причине? Причина? Чё его причина? Как вы могли заметить, я использовал Лоок-чат. Это чат, который, ну, предназначен для того, чтобы связываться с неподалёку стоящими от вас игроками за пределами РП-процесса. То есть вы можете там обсуждать абсолютно всё, что угодно. И я задал то, что меня интересует. Он ответил, мол, он не маньяк, значит он нарушил правила нон-рпган. Далее проходит 5,5 минут с момента его бана. На серваке помимо него был ещё другой администратор, Плизер. Он страдал хернёй в ТЦ и вообще, в принципе, не смотрел на жалобы. Но она висела. И висела как раз на меня от того чела, которого я забанил. И тут происходит вот это. Разбор жалобы на самого себя. Привет. Слушай, у тебя фейбан. Ты меня забанил по причине номер по ган. Но маньяк тут можешь носить любое оружие. У меня по рулетке выпало маньяк. Я сейчас не являюсь. И когда ты меня за нон-рпган забанил, я тоже маньяком был. То есть я фейбан. Ты только что говорил, что не маньяк. Нет, я маньяк. С одной стороны, ситуация немного странная, согласитесь. Но с другой стороны, ну что бы я сделал такого с ним в рамках РП, если бы он реально сказал, кто он такой по профессии. Я не просто так начал беседу именно в лох-чате. Это не игровой чат, который не относится к РП-процессу. Ты только что сказал, что не маньяк, когда я в Лаос спросил. Подчеркните момент, я сказал, что ты наблюдательный камер с калашом увидел. Ииии. Что? Если я за цыганом использую калаш, то и в том, что у нас недавно была расплывка по поводу маньяка. Я знаю, что маньяк кто ещё. Плюс использовал калаш и в самозащитке. Парусёк. Или я дебил, или мне чудица. И всё это, ну в одном, я дебил и мне чудица. Но он сказал, что он не маньяк. Я у тебя спросил, маньяк ты или нет? Ты сказал нет. Ну как же это админское перепроверить? Ну если я сказал, то ладно, я отрицательный не буду, то есть сказал, да пусть. А я сейчас чекну демку. Вот это интересно, он свою жб, блядь. Это чё за плядь, это типа топ админ так может, или что? А у вас админы могут на себя жб разбирать? А, я на тебя жб подал. Плюс там же коммунатор, смысл. Так правильно, так? Ты подал, и ты её разбираешь. Подожди, дай мне точку, я сейчас посмотрю, может. Дай мне, будто дай на уши. Это можно так или нет? Чё это за хуйня? Всё понимаю, но это что-то с чем-то. А такая тут. Ты мне сказал. Не понял. Что не маньяк? Мне, ну просто странно, что ты не перепроверил. То есть, по идее, смотри, маньяк выпадает на человека, это один на миллион, что ему и выпадет маньяк. И смысл мне трепать, что я маньяк. Что потом за мной, например, любую человеку вяжется за мной и начинает бегать и тупо в ход. Тебе в лаук вопрос задали, а не в РП. А, ну разница-то в чём есть, в принципе. Что в лаук мне его зададут и будут за мной бегать? Что мне в РП зададут и будут за мной бегать? Перемотайте ещё раз назад и посмотрите. Я бегал за ним, когда узнал, что он там не маньяк или же маньяк? Нет, я ничего не делал в РП процессе. Я просто его наказал за его нарушение в соответствии с его объяснениями, за кого он конкретно играет. Разница в том, что я не просто так спросил в лаук, а ты же два раза подтвердил, что ты не маньяк. Сел в Джайл, подал ЖБ. Ну, значит, я дурачок. И на себя же разбираешь её. Значит, я всё-таки дурачок и не понял, к чему этот вопрос. Я бы сейчас ретюрну тогда. А ты чё думаешь, на ретюрне это закончится? Если вы хотите меня снимать, снимайте. Пожалуйста, извините, мой косяк. Да нет, я снимать не буду. У тебя по нарушению на разбор жалоб чё полагается? Я сейчас чекаю. Ты меня слышишь? Я сейчас... Да-да-да, я слышу. Смотри. И давай на ты, я не намного старше тебя. Так, жалобы. Запрещает принимать жалобы на себя. Жалобы разрешается разбирать лишь в нон-РП Профеты. За гражданского взял. Стой, подожди. Позвольте отметить, что я являюсь высшим администратором. То есть я могу разбирать... А, я вижу, исключение высшей администрации. Ты можешь разбирать жалобы на себя? Тут, скорее всего, всё-таки недоработка данного правила и всё равно будет являться комментиком. Если на сервере не имеется админа, разбирающего жалобы, вы обязаны взять нон-РП Профу и начать разбирать. На сервере нет администратора. Я уже исключаю, исключаю, но заметь, сейчас стоит модератор, и он разбирает жб с челиком вот там. Но есть ещё администратор, Близер. Страдает херню, очень глубоко говоря. А ты топ-админ, не можешь на него повлиять? Я отвечаю за ивентера. На это влияют реаловые ставки. Топ-администратор. Ты топ-админ у нас? Да. Запрещается разбирать жалобы при наличии других администраторов. У тебя право на наказание администратора, опера, ивентера и модера. Ты четыре группы можешь захватывать спокойно. Тепай Близера сейчас. Слышу. У меня жалоба. А что, а, я не уйду жалобы. У меня? На меня? Ты не работаешь. Извините, я был заяц, у меня поманилось слишком на казино. Чем? Прошу прощения. Это ебать весело, что ли? Думает, это весело. Потому что это честно на место. Он умеет право. Он мне говорит. Слышишь? Лодарь ебаный. Кстати, стой. Я лодарь. Я работаю днём и ночью. Сейчас я отдохну чуть-то, потому что я с утра играю. И работал очень много. Я также с ивентами помогал. В чём проблема? Эл, ты ебланил. Ну, сейчас, да. Пока тебя не тепнули. Я не заметил жалобы, я за это извинился. Жалобы висели. Даже когда он подал ЖБ, тоже не заметил. Он подминистратор. Он администратор, он мог сам сжать. Он не может разбирать ЖБ, если есть админы. Тем более на себя. Нет, я не про то, что ЖБ разбирать. А то, что если он видел нарушение, он не... Как администратор. Нарушения не было. Он ждал обмена. Я извинился, я не заметил. Эээ, смотри, ты видел, как на меня нападал чайник кто? Что это за? Да, да. Что это за? Сам не знаю, что это делать. А сколько цель у тебя тогда? Что это делать? Давай, знай, что это стало. Ты забанил меня за мной на автодране. Когда я не то, я лягусь. Нет, у тебя выговор. Ты посреди разговора пишешь администратору, думаешь, что это Модер не увидит. Нормально ли у человека, кто подал жалобу на тебя IQ? Да, тут у меня скотское поведение. Да, это не скотское поведение, это просто одна такая нормальная возможность взять и раскрутить в тот момент, просто взять, включить нахуй войс и раскрутить так, что человека оскорбляют. Но потому что ты сидел в казе, киркульем страдал, опять же, человек получил выговор, топ ад. Да, как итог, он получает выговор и задание, чтобы он всю неделю проработал, разбирал жалобы, помогал игрокам, ну и все, в общем-то, такое. А почему же не снятие, почему же не наказание такое пожестче, пермач? Об этом поподробнее чуть позже. Я тебе не говорю, бросай там все дела, как-то от реал-лайфа отказывайся. Просто у нас такой был чел, его сняли, потому что ты в курсе с админки. Я не знаю, он душевно больной какой-то. Вот, у него жопа сгорела, а то, что его сняли, он на ИРЛ забил полностью, чтобы просто адменить и все. И подменит-то он адменит, но он неадекватный. Есть возможность, зашел, поадменил, естественно, чуть-чуть поиграл, поадменил, вышел, все. Я тебе не говорю, бросай дела из жизни свои, где ты еще учишься, чтобы сидеть на серваке в Горисмоде. В этом фрагменте я более-менее дружелюбно рассказываю человеку о том, что если вот ты сейчас будешь начинать сидеть вот это вот 24 на 7, чтобы отработать свой выговор, это ни к чему хорошему не приведет, потому что у нас реально был такой человек, который был неадекватный. Он орал после того, как его сняли. В любом случае, того, что он там типа наделал, натворил, в принципе, не особо-то и много. Он просто разобрал жалобы на себя в ночное время, когда администраторов было не совсем уж и много. А другой администратор просто сидел по РП в Казике. Ну, вот такие вот дела. В общем, на тот момент, 17 января, он выговор получил и пошел его отрабатывать всю следующую неделю. И все вроде бы окей, но совсем недавно мне пришла жалоба опять на него за его поведение. По всем данным, он тупо разводил клоунаду на разборках, которые к нему никак не относятся. А, 1,20... Нет, 1,29 вроде, сейчас я точно тебе скажу. Погоди, прям секунду. Это провокация была. Это провокация. 1,29 и 1,7... Ага, вот она какая-нибудь интересная. Ладно, я скин. Почему ты на мне выбрасываешь свою злость? Я на тебе не выбрасываю злость. У меня причина то, что ты или был фрекил, или у тебя был заказ. Я хочу удостовериться, что админ подтвердит, что у тебя был на меня заказ. Тогда проблем на тебя никаких. А можно заказы посмотреть в лоб уже, да? Ты можешь съебаться отсюда нахуй, потому что разборка проходит, а ты отвлекаешься. Ну и плюс такая ситуация, которой я не знаю подвязать какое нарушение. Нужно ли подвязывать вообще? В общем, рассказываю суть. Он летает за какую-то РП профессию. Но не участвует в РП процессе. Но, по правилам, это разрешено его званию. Но его человек просит то, что вот дай я на тебя заказ выполню. Дальше летай сколько хочешь. Он говорит, типа, не мои проблемы. Типа, нет, не дам. Все, и полетел дальше. Лаок, пжп, жп, жп. Лаок, заказ. Где этот мент-то, блядь? Лаок, заказ. Лаок, можно убить? Какое-то слишком странное поведение для топ-администратора. А топ-администратор, чтобы вы понимали, это самое-самое почти высокое звание на нашем серваке. Выше только куратор. Ну и, естественно, создатели. До того, как мне прислали эту инфу, я реально сидел и думал, то что он уже исправился с момента той ситуации с разбором на себя ЖБ. И уже нормально себя ведет. Как оказалось, нет. Я решил снова зайти, как говорится, Эбельки Расказамбусы. Расказамбусы Эбелькамбусы. Итак, я зашел на Боброград. Нашел я... Ух ты. Ха, прикол. Прям тут на полу ствол валялся. Я зашел на сервак в поисках администратора, который как раз-таки и нарушает правила админобус и просто себя неуважительно ведет по отношению к другим игрокам. Но, в то же время, ко мне он относится вполне себе лояльно, всегда более-менее культурно общается. Будь это какая-то там ситуация или же разборка с администрацией, почти всегда он адекватен. Но в данный момент он играет за маньяка. Сука, да я в жизни не поверю, что этот чел, который достал трубу прямо передо мной, просто подошел поздороваться с трубой в руках, блядь. Ну, господи, если будете его защищать, то я не знаю, что уже вам сказать. Да иди ты нахер. Ага, первый готов. А кто это? А кого я убил? А я не знаю, кого я убил вообще. Но это был маньяк, очевидно. Господи, боже мой. Если до меня кто-то не докопается, то за что я кого-то... Дальше я около 10 минут просто играю на серваке, ставлю маньяки, ну или что-то в таком духе. На скрине видно, что это проходило около 10 минут до того, как меня тэпнули на жалобу. На жалобе я начинаю аргументировать свое поведение тем, что я могу быть потенциальной жертвой маньяка, поскольку я останусь свидетелем. Ну, типа, я это наблюдал, если он кого-то бы убил в этот момент, то я бы был свидетелем его убийства, и ему нужно было бы по правилам меня убрать. Но я, естественно, заранее все предусмотрел и сам его забрал. И только скажите, что вы не сделали бы так же? Ну окей, разборка с админом это еще не самое интересное. Интересное, начинается все с того момента, как на разборку заявляется топ-администратор. И он не просто рядом пролетел или же рядом ходил, чем-то занимался своим каким-то делом. Нет, он намеренно мешал и отвлекал от разборки, нарушал правила помеха разборкам уже в который раз. Первый раз, или даже не первый раз, было на демге, которое показал ранее от игрока. Ммм, уже в этот раз он нарушает здесь. И самое интересное, то что пока я его просил через текстовый чат, он в принципе хуй класть хотел на мои просьбы, чтобы он прекратил это делать. Я реально не понимаю, как работает такая схема, когда ты включаешь войс, они начинают слушать просто, что ты говоришь. Когда ты пишешь через текст, вы даже с говорилкой, им просто похуй. Я тут. Так ты мог полицейскому сказать, чтобы они выполнили твою работу, даже гражданин будет. Их не было рядом. Ну и его за твою жизнь тоже нет. А у меня есть оружие. В чем претензии, я не могу понять. Я увидел маньяка и убил его. В чем проблема? Я бы, у него есть нарушение, даже? За то, что я не видел. Логос. Типа убийство, убийство причина того, что он маньяк. Логос. Ну он не знал этого. Блять, себе отсюда. Какого-то напал. Логос. Что он, блять, делает? Ну, с его стороны напал на кого-то. Логос. Мы что, делать нехуй. Я говорю о том, что если бы я допустил убийство маньяка, то я бы был сведом. Ты мог убить не только маньяка. И меня бы убили. Нет, у него было бы нарушение за маньяка, он остался. Ты читаешь, что я говорю? Да мне похуй. Я жить хочу по РП. Блять, он конченый или что? Что он делает нахуй? Уйди нахуй, не мешай. Что он, блять, делает? Что это за придурок, сука, господи. Пиздец, я не могу, блять. Мне нужно войск включить срочно, сука. Лаок, давайте ограбим админа. Я хотел жить, и поэтому заранее... Съебись нахуй отсюда, чё ты мешаешь на разборках, блять. Понял. Ну, по сути, у тебя уже даже адекватная причина убийства. Прикол в том, что вот этот модератор всю разборку не мог принять мою причину убийства как адекватную до тех пор, пока я не включил войс. Вот это кайф, да? Я даже не знаю, уже назвать это врушением или нет. Это ты как понял? Извините, что отвлекаю. Нихуя я на тебя жалобу напишу, ты заебал уже. Я пытаюсь им объяснять, почему я просто так не убил человека. У меня была причина, а ты начинаешь тут хуйней страдать. Ты, блять, кто? Клоун? Говорю, иди нахуй отсюда, либо ты ему наказание дай за помеху разборкам. Ну, а как мне ещё надо было ему объяснить, что он делает херню? Как мне ещё надо было до него донести? Понятно, что топ-администратор так себя точно не ведёт. Как в первом случае, когда я ему адекватно, нормально, культурно объяснял, в чём он был неправ, в чём он проебался, это, в принципе, особо, знаете, ну не помогло, судя по тому, что он делает сейчас. Ну вот, чисто сравните, перемотайте назад, посмотрите, как я с ним разговаривал там и как сейчас. Если так буду, а можно твою версию ещё ослушать? Я просто тут не был. О, хуй я ему должен версию объяснять. А тебя тут быть вообще не должно. Ну, можно ему находиться здесь. Не, ну если данный администратор заходил, то я... Я не с тобой говорю. Господи, как они взаимались, как они могут эту хуйню разбирать, блядь. Ну ты только передо мной извиняешься, что ли, или так перед всеми? Нет. Нет? Я думаю... И перед вами. Ну, чел, вот, который просил тебя, например, сетнуть, или же сделать быстренько, убрать бессмертие, чтобы заказ на тебя выполнить, ты ему помнишь, что ответил? И в каком ты вообще, в каком положении был, в какой профессии? Да, тут по разборкам так, людей были читы, и я просто не успевал. Ну... Челику я дал заказ выполнить потом. Немножко он не успел. Ты написал ему что, ты помнишь? Нет? Говоришь, мне пох, твои проблемы, нет, нельзя. Тем более, ты был не в профе персонала, ты в профе ватника летал, насколько я понимаю. Я нервничаю, и уже просто он еще и плудит. Ну, и? А то, что ты дуркуешь на жалобах чужих, это тоже нервы? То, что ты дуркуешь на жалобах, страдаешь хуйней, это тоже нервы какие-то, или что? У тебя нервный тик? Что у врача давно был? Сейчас, в данный момент, именно, я вижу там под строчкой, я хотел ивент сделать, и выйти над ней. Ну, ивент, окей, дальше. А почему ты на другие жалобы-то прилетаешь и начинаешь мешать? Что, забыл, что ты делал сейчас на жалобе? А, в данный... Ну, ты прилетел, начал просто перед носом маячить, потом просто спамить звуком гравипушки, ты ебнутый. Тебе делать нечего, совсем взял бы, пошел и вент доделал свой. Ты стоишь, машешь куском радио, блять, потом мешаешься перед лицом, из-за тебя нихуя не слышно. Ты отвлекаешь от разборок. Я говорю, тебе делать нехуй, что ли, на сервере, кроме как этим заниматься? Да, у меня все-таки есть косяк. А то, что я гравипушкой... Да не косяк, я тебе один раз дал тогда непредупреждение, или же... Как это называется? И ты, выговор, этот, за баллы снял, ты не помнишь? И после этого я тебе еще сказал, что ты будешь отрабатывать. Нет, ты отработал, правильно? Да. Ну, а что, теперь опять время расслабляться, хуйней страдать, я не могу понять? Это ты каждый раз вот так вот будешь делать? Нет. А, тебе типа смешно, ну окей. То бишь, я просто хотел, по сути, привлечь ваше внимание, чтобы... Как-то спросить или отодвинуть вас, чтобы я вмешался на... Так можно напрямую сказать, что мы отошли? Я бы выехать нес. У вас там? Вот сюда бы, например. Это конструктивная ситуация тоже. Ну, ты начал вставлять свое мнение какое-то, тебя никто не просил, ты сам прилетел. Можно было бы просто взять, прилететь, сказать, ребята, стоп, отойдите в другую сторону куда-нибудь. Нет, ты начал, блядь, маячить. Ну, когда ты хочешь кого-то о чем-то попросить, ты, наверное, это сразу делаешь, а не вот так вот. Ну, такая стоп, подсессию. А там ничего такого не было, это обычно админская жалоба, которую разбирают. Там не решается судьба сервака какого-то или же человека насчет бана перманентного и закрытия доступа, к примеру, к набору в админы. Нет, ты просто прилетел, начал страдать хуйней показательно. У меня демка есть где-то тоже на другой жалобе, тоже страдал хуйней, пока на тебя так же, как и я, аналогично чел, не наорал и не укрыл хуями. Типа тебе реально через пиздюли словесные доходят информация или что? Нет. Ну, так а какого ты хуя начинаешь себя клоуна делать? Нет, я первый раз с разбором своей жалобы подумал, ну окей, бывает, хорошо. Выговор-то дадам человеку, пусть отработает и, может быть, что-то в голове он усвоит насчет этого. Нет, ты начинаешь, продолжаешь дальше страдать хуйней. Ты сейчас извиняться будешь или что ты, вот, ну, наперед скажи мне. Ну, я думаю, изменения мои те смыслы. Естественно, от них не будет смысла, если от них не было смысла в первый раз. Почему не было? Ну, а что, есть смысл? Если бы был бы смысл, мы бы сейчас с тобой об этом не говорили. То есть, конкретно сейчас СЖБ была подата на то, что я делал на сборке, да? Не из-за того, что я подлетел к тебе и указал на что-нибудь. Нет, не из-за этого. И я бы, кстати, я, кстати, уверен, вот, если бы ты, наверное, голос бы, блядь, не узнал, когда я на тебя начал уже орать просто потому, что ты заебал. Ты бы не успокоился бы и начал дальше бы хуйней страдать назло. Потому что я один раз сказал, ты, видимо, не расслышал. Второй раз я сказал, ты уже понял. Нет, нарушать бы я не стал. Я просто подождал, когда вы уйдете и дальше продолжим. Но ты нарушил правила помехи разборкам уже. В смысле, нарушать бы ты не стал. Все это за бред. Ну, сейчас ты стал, чтобы как бы назло стал делать. Я в этом смысле. Но ты прилетел без определенной цели, ты молча начал страдать хуйней. Как это еще называется? Ты что, прилетел попросить уйти чуть подальше от этого места? Ваши права будет подать на меня АЖБ и снять. Все супер, хорошо. Можно хотя бы последнюю неделю работать уже с глобальным вентом закончить? Ну, закончишь. На операторе ты сможешь закончить? Ты оператор, не ивентер. Ну, будешь заниматься тогда ивентом на операторе и также разбирать жалобы. Можно как-то по-другому, чтобы... А что по-другому? Бля, ты страдаешь хуйней на сервере в данный момент. Я тебе описал ситуацию, где ты страдаешь хуйней. Где ты нарушил правила. Первый раз я понял. Окей, хорошо. Ты взял ЖБ на себя, потому что плизер пинал хуй. Окей. Сейчас ты строишь ивент. Вместо того, чтобы строить ивент, ты прилетел, начал привлекать к себе внимание. Включать этот... Гравити... Этот... Гравиган, который издает звуки. Отвлекаешь, нихуя из-за тебя не слышно. Тебе уже нормально говоришь, чтобы ты понял. Просто уйди отсюда. Ты не понимаешь, тебя уже начинаешь хуями крыть. Типа, свали отсюда. Ты вроде бы понял. И после этого ты только решил уже нормально и адекватно себя вести. То есть, пока я войс не включил, ты вообще, ну... Не понимал, что нужно уйти. И все. Ты вспомни, я тебе в чат писал даже. Ну, почекай. Я писал, вот. Блядь, съеби отсюда. Потом, уйди нахуй, не мешай. Тебе все равно было. Вообще все равно. Ты стоял все это время, просто мозолил глаза. То есть, мешал разборкам. Тебе чат иногда не отображается, а поэтому не ведет тебя измирос. У меня говорилка работает. Этого достаточно, чтобы понять, что я говорю. Ты договорился или как-то по-другому, что проблема так же отработка. Ну, никакого больше не повторится. Ну, ты будешь работать на операторе и доделывать свой вент. Я слово держать умею. Я заметил. Так что все. Подходит к концу проверка администрации. Добавить мне уже касаемо этой ситуации нечего. Могу сказать лишь одно. Можете зайти на мой стрим по ссылке в описании, а также подписаться на мою телегу. Все это находится внизу, в описании ролика. Писать в чат могут только те, кто подписан на канал. А также играл я на своем серваке Бебраград. IP, группа, будет все это в описании. В своих подобных роликах я показываю, как не нужно себя вести, если вы хотите стать администратором на моем или же на каком-то другом серваке. Но если вам понравился сервер с этого ролика, то вы можете подать заявку на то, чтобы стать администратором и попробовать продвинуться по, так скажем, карьерной лестнице нашего сервера.